чуть не опоздал да мы стартуем опять же в большом количестве нас сегодня 340 человек это только начало думаю что будет опять 400 с плюсом что ж давайте рекламентируем сразу же правила нашей встречи что у нас за встречи сегодня сегодня у нас практическая встреча сегодня я буду говорить о самых необходимых плагинах которые используются у нас 3ds max да будет корона вот но корона будет посредственно сегодня будем про плагины говорить так давайте сразу же проверим связь давайте поставим оценку связи по педивальной шкале если меня слышно хорошо ставим пятерочку вот видео пока что не учитывается причем потому что я вебку выключу когда начну практическую часть потому что она жрет трав вот а здесь трав какой-то ну короче скорость не очень сразу вам скажу так запись у нас записывается встреча точнее записывается запись идет посмотрим будем еще раз встречу проводить почему потому что тема интересная так по количеству подписчиков по количеству пришедших понял что вопрос такой насущный и в общем то требует отдельного внимания сразу же скажу по поводу времени я думаю что часик час 10 час 20 займет наша встреча в эту в это время войдет непосредственно вступительная часть плюс практическая часть плюс я вставлю вопрос ответ вопрос ответ будем делать до тех пор пока у меня не закончится трафик это раз два второй момент я вам покажу сегодня работы нашего текущего потока который выпускается завтра завтра у нас финальное занятие и завтра будет финальный результат от студентов но сегодня могу показать уже наверное процентов 80 из того что мы сделали я обещал да что я буду показывать прогрессию нашей группы и есть люди наверняка которые ходят сюда постоянно вы можете поставить плюсики если таковые имеются вот вы с меня взяли слово о том что я покажу прогресс нашей группы в очередной раз да и вы видели работы первые работы в серых материалах вот и сейчас я вам покажу то что у нас получилось итак показываю дисплей выключаю веб камеру вот если видно дисплей то ставим единицу так единичку если видно дисплей да и давайте пробежимся по работам нынешнего выпуска у нас это уже какой двадцатый двадцатый поток чем интересен данный поток данный поток интересен для меня был тем что практически все студенты пришли к нам обучаться с абсолютного нуля ну может быть процентов там десять-пятнадцать уже были люди были с базы да но подавляющее большинство 3d max не видела я не знала и не знали как построить бакс бокс вот мы с ними занимались четыре недели завтра будет четко 4 4 неделя закончится вот такие вот результатики у нас получили спустя четыре недели вот есть очень хорошие вещи есть вещи нуждающиеся в доработке но поймите как бы это результат с нуля за четыре недели когда я учился изучал 3ds max честно говоря тогда такие работы получить было очень сложно это было лет восемь назад вот ну сейчас позволяет и софт да он все-таки идет на упрощение позволяет техника потому что компы становятся все мощнее и мощнее получать более качественные картинки за меньший период времени вот такие вот работки у нас в этом потоке это результат я считаю очень хороший а этот поток слегка визуально послабее чем предыдущий потому что предыдущие это были уже люди с базой а вот этот поток набрался нулевой причем очень гармонично получилось практически все нулевички это свипом было сделано и в общем то вот такой вот у нас результат я результатом лично я доволен считаю что это очень хороший показатель для одного месяца работы показал я не все почему потому что еще не все работы закончены вот завтра у нас финальная встреча подвод итогов и непосредственно непосредственно уже тогда будет результат так еще еще такие вещи да то есть перед началом практической части проговорю ребят наверняка есть люди которые учились уже у меня на курсе да и закончили курс если таковые есть то ставьте плюсик тоже интересно кто сегодня присутствует вот кто сегодня первый раз ставим единицу единичку ставьте чтобы понять процент новых пришедших людей для вас я представлюсь отдельно вот студенты бывшие да плюсы ставят и пошли единицы это новое товарищи для вас я отдельно представлюсь меня зовут артем фамилия мая кубрияненко я являюсь ведущим преподавателем и сооснователем школы си джейм кубатор образовательного проекта да помимо образовательной деятельности я извиняюсь закон закон таровой свет помимо образовательной деятельности мы еще ведем практическую деятельность и если кто не знает если кто не видел наши работы то я предлагаю зайти по ссылке omegarender.com и посмотреть тот уровень работ который выдает наша команда и непосредственно я там большинство работ это непосредственно мои работы вот то есть для того чтобы понять какой уровень лектора вы сейчас слушаете что еще по регламенту по нашим правилам у нас очень много людей да и я понимаю что для меня точнее то что понимаю для меня фон в чате в основном очень важен поэтому призываю вас всех хорошему позитивному настроению и поверьте нам не составит никакого труда забанить пару-тройку человек которые будут нарушать наши правила да то есть общение приветствуется конечно же вы можете общаться между собой задавать друг другу вопросы обсуждать темы связанные с 3d визуализации дизайном архитектура и с профессией все что угодно вот но флейм там все возможные нелицеприятные высказывания просто будут уходить в бан нам несложно так ну что ж я думаю что можно начинать у нас сегодня практика и и у нас сегодня тема озвученная тема это джентльменский набор плагинов и так что подразумевается под этим словосочетанием я под этим словосочетанием подразумеваю следующее в архитектурной визуализации ну я опрашивал своих товарищей то есть у меня были диалоги там с другими про 3d артистами вот и мы собрали как бы я собрал я сделал свою классификацию самых необходимых и самых важных плагинов которые всячески помогут вам в работе вот и сегодня этот список я вам покажу расскажу и расскажу как они работают так по поводу ссылок на плагины вот сразу же вопрос в чат пошел по поводу ссылок я сегодня ссылки не дам я назову все имена все названия плагинов вы в принципе сможете их без труда найти потому что большая часть из них бесплатные находится на скрипт споте если кто не знает данный ресурс то сразу же бросаю ссылку в чат это скрипт спот точка ком вот там в общем то лежит большое количество плагинов и скриптов можете можете там посмотреть что ж начинаем так я открываю 3d max и если если видно макс сейчас я просто переживаю за связь если видно макс ставим плюс в чат есть плюсик да все пошли и так первый плагин который нам жизненно необходим я считаю это один из основных он часто чаще всего используется в интерьерной работе это floor генератор и так данный плагин находится на ресурсе cj source там вы можете найти и скачать либо же просто вбить в поисковике запрос floor генератор for 3ds max и вы выйдете на cj source и так задача данного плагина состоит в генерировании в геометрии для полов покажу как это работает и так начинаем мы работу с построения с построения площади до сплайном для пола то есть что мы делаем мы выбираем инструмент сплайн и строим очерчиваем очерчиваем площадь которая будет заполнена у нас либо плиткой либо ламинатом ну неважно то есть ну давайте выберем размер размер у меня будет 5000 миллиметров на 2500 миллиметров вот такой вот у меня будет объект далее мы запускаем непосредственно сам скрипт скрипт у нас не нуждается в установке его можно распаковать положить в удобное для вас место в данном случае у меня он лежит на рабочем столе что я делаю макс скрипт транскрипт вот и запускаем floor генератор так сейчас секундочку floor генератор итак работа очень простая то есть перед запуском я выделяю сплайн далее жму на кнопочку интерактив апдейт жму кнопку create и мой объем заполняется вот такой вот геометрии эта геометрия симулирует ламинат плитку ну все что вам угодно настраивается плагин этот очень просто то есть у нас есть длина и ширина обновляется он интерактивно потому что у нас зажата кнопка соответствующая вот то есть что мы делаем ну например 250 это будет ширина а там 1200 это будет длина вот таким образом мы получаем геометрию она у нас будет изменяться интерактивно в зависимости от тех значений которые мы вводили вот здесь есть еще полезные вещи такие как gap gap это расстояние между планками например да потом есть у нас scale мы можем скейлить это например вот 50 процентов в два раза уменьшили потом есть полезный параметр direction мы можем повернуть нашу геометрию на 90 45 градусов в общем то на то значение которое нам нужно вот extrude bevel здесь в общем то все просто extrude у нас то есть это экструдирование планок поднимаем их на 2 10 там 50 миллиметров на столько на сколько нам нужно и bevel это непосредственно размер фаски вот если я приближусь и посмотрю сюда вот увеличивается значение до 2 то фаска мне тоже увеличится вот собственно таким образом мы можем генерировать различную геометрию еще очень интересный параметр это будет offset это сдвиг плитки относительно друг друга то есть можно по разному все это делать и вот так вот это работает то есть таким образом мы очень легко и быстро можем сгенерировать текстуру текстуру пола так давайте повернем это обратно вот так вот на 90 вот допустим да ну пусть здесь будет 35 все поинтереснее вот такая вот не текстура я сказал а геометрию пола так еще раз проверим связь если подтормаживания особых нет то поставьте плюсы минимальное подтормаживание все равно будут вот потому что здесь не супер быстрая скорость вот ну в принципе да все нормально воспринимается замечательно картинка может чуть-чуть отставать от звука да может быть но я буду чуть пометленнее говорить вот сгенерировали мы значит вот таким вот образом пол да все вот такой замечательный плагин быстро генерируем полы с помощью него следующий плагин идет у нас вместе в связке с флор генератором называется он мульти текстура плагин мульти текстур и в общем то качается бесплатно просто за регистрацию с того же ресурса с ресурса cj source этот плагин позволяет нам очень быстро затекстурить этот пол мульти текстурными плашками и получить шикарный результат я сейчас покажу как это работает итак перед тем как начать текстурить наш пол давайте просто подключим корону рендер загрузим сюда сейчас hdr карту так у меня такая вот есть очень странная hdr карта я ее использую для тестовых рендеров уже когда-то с кем-то ну в одном из вебинаров я делился этой hdr она непонятно откуда взята но она очень неплохо показывает цвето теневой рисунок вот и классно прорисовывает форму итак запускаем интерактив рендер так ставим карту на environment все наша сцена освещена теперь дальше проработаем с плагином мульти текстур геометрия это хорошо да но ее нужно затекстурировать и затекстурировать ее нужно красиво вступает в работу плагин мульти текстура с чего начинается работа работа начинается с того что мы создаем корона mtl материал обязательно в обязательном порядке скачиваем мульти текстуры с ресурса cjsource итак что это за текстуры я сейчас покажу выглядят они вот таким вот образом то есть это уже нарезанные плашки вот такие вот текстур которые можно использовать в качестве ну которые можно накладывать на геометрию причем здесь видите они уже разделены по папкам тут их большое количество они очень качественные и работа будет выглядеть очень хорошо да если мы говорим про полы в том случае если мы будем использовать мульти текстуры к сожалению их не так уже много здесь есть ограниченный набор и более красивой коллекции я еще не нашел поэтому это упущение минус конечно ну не минус не упущение а как по другому сказать в общем там достаточно много работ встречается в сети со сходными текстурами полов вот ну в данном в данной ситуации это неизбежность потому что качественных мульти текстур не так уж и много но опять же смотря какой результат вы бесследуете если вы для заказчика это делаете то ему в принципе все равно насколько популярна эта текстура и так что мы делаем создаем корона МТЛ так сейчас переключусь в гамму 2.2 плагин у меня уже установлен инструкцию по установке вы сможете просмотреть непосредственно на сайте вот запускаем значит плагин интегрируется у вас в стек с картами и выглядит вот так вот потом мульти текстур очень простые настройки и что мы здесь должны делать мы здесь должны первое указать путь к нашим картам то есть нажимаем на кнопочку менедж текстурс и выбираем тот тип карт который нам нам подходит по дизайну да например эти карты я могу указать любое количество карт и все они все они появятся у меня в этом списке вот после этого я просто беру и назначаю их сюда включаю чекер вот они появляются в интерактивном рендере мы видим наш пол причем прошу обратить внимание каждая планка затекстурена отдельно текстура каждой планочки у нас уникальная чем больше текстур вы используете тем более уникальным будет ваш рисунок точно так же плагин мульти текстурс мы можем накинуть например на глозе вот мульти текстур загрузить сюда эти же эти же сэмплы вот так вот включить рефлекцию давайте посмотрим как это работает да вот у нас все это блестит и а черно-белетик то есть тут у нас есть возможность управлять сразу всеми же планками есть параметр сатурэйшн ставим 0 причем потому что на глозе у нас должны лежать обесцвеченные карты и есть возможность управлять гаммой чем выше значение тем более темные становятся планки вот я гамму повышаю поставил двоечку и в интерактивном рендере сразу же видно изменение изменение нашего материала да то есть чем выше значение тем более темные планки у нас получается тем сильнее все это мотируется вот 2 и 3 мы получаем вот такой вот очень даже неплохой живой пол вот что еще из интересного здесь есть из интересного есть возможность рандомно управлять гаммой то есть например ставим единицу ну видите у нас текстура меняет сразу же оттенок гамма меняется от 0 до 1 но это слишком круто 0.2 неплохо работает то есть я вижу рандомность да вот такая вот живость в полу дальше есть hue и saturation в общем то они тоже рандомно работают hue это оттенок saturation это насыщенность в общем таким образом манипулируя этими параметрами можно отстроить очень неплохую неплохой пол для себя настройки фильтров но здесь в принципе можно уже вот в интерактивном рендере чем он классен чем он клевый да то есть можно прямо в интерактиве вот так вот изменять параметры и видеть к чему это приводит вот так вот работает плагин floor генератор вместе с мульти текстурой я считаю что шикарная вещь и так быстро и красиво полы у нас еще никогда не получались так следующий плагин следующий плагин у нас будет рок генератор кто наверняка есть люди которые работали в максе и испытывали сложности сложности с камнями с генерированием камней вот если такие есть можете поставить плюс а мы сейчас находимся да на набережной практически мы здесь живем прямо у первой линии воды поэтому здесь люди ходят шумят да это слышно вот если были такие моменты то я вам сейчас предложу два плагина для решения этого вопроса первый плагин простой это рок генератор вы можете найти его на вот есть да люди которые сталкивались с данной проблемой есть у нас плагин рок генератор вы можете найти его на том же скрипт спорте плагин полностью бесплатный даже не плагин а скрипт и запускается он опять же через mac script run script и здесь у нас есть подготовлен рок генератор очень простая штука и работает следующим образом то есть она генерирует камни просто берем и жмем кнопку create и получаем вот такой вот камешек вот он может нагенерировать вам огромное количество камней они все будут отличаться потому что они рандомные все камни строятся стандартными средствами 3ds max то есть это ну изначально бокс можно прямо всю цепочку проследить вот так вот изначально что это у нас как это все делается то есть что делает скрипт он просто запускает поочередно модификаторы сначала строится бокс потом все это в сферу преобразуется turbo smooth displacement еще один displacement микронойз микронойз и вот собственно камень вы такой же камень можете сделать руками да то есть используя те же самые модификаторы в стеке но этот плагин делает это автоматически то есть мы можем создавать высокополигональные камни и можем создавать низкополигональные камни да вот высокополигональные камни вам нужны будут в том случае если вы на камешке смотрите с близкого расстояния А низкополигонально, если они россыпью лежат у вас где-то на заднем плане Тут тоже все предельно просто и понятно Экспериментальным путем сами разберетесь В общем, вот вам рогенератор Более продвинутая штука и крутая Я о ней рассказывал вообще в отдельном мастер-классе Это DebrisMaker 2 Вот такой вот с первого взгляда очень-очень маленький плагин Но этот плагин, поверьте, имеет очень-очень большие возможности Можете зайти на YouTube-канал, на мой Написать про проект Артема Куприяненко И посмотреть отдельный мастер-класс по DebrisMaker Это штука, которая генерирует Ох, что она только не генерирует Она генерирует и кирпич, и камни, и дерево И вот такие вот блоки И все это можно будет выстроить не просто сгенерировать элементы Все это можно будет выстроить непосредственно в объемы В общем, на самом деле функционал огромный И я на разбор этого плагина потратил отдельный мастер-класс Если вы зайдете на YouTube, то вы посмотрите Еще одна такая вставка, чисто рекламная, промоуционная По поводу мест, потому что я знаю, что вы эти вопросы будете задавать Да, по поводу мест в следующем потоке У нас ближайший поток стартует 21-го числа этого месяца И мест нет в этом потоке Все места уже раскуплены Поэтому на этот поток вы уже не попадете, если у кого есть желание Но у нас следующий поток стартует через полтора месяца И там еще есть 10 медиумов Поэтому, если у вас есть желание пройти обучение у нас в школе То пишите в скайп Шустрый Зет Мишину Александру И он забронирует за вами местечко Но еще раз повторюсь, на ближайшие числа, на 21-е числа этого месяца У нас записей уже нету У нас группа заполнена Но через полтора месяца Через два точнее, да, с сегодняшнего дня Вы сможете попасть на следующий поток Да, Дебрисмейкер Покажу сейчас буквально несколько фич Дебрисмейкера И отправлю вас, если у вас этот плагин вызвал интерес Отправлю вас опять же на... Давайте вот так вот в клей переключимся Отправлю вас на мой YouTube-канал Смотреть все возможности этого плагина После текущего мастер-класса Тут даже, что есть прикольно Тут есть даже птицы Посмотрите Вот, в принципе, я представляю, где это можно использовать То есть какие-то экстерьерные такие вот виды снизу Эти птицы могут летать Вот так вот просто стоит подтянуть за таймлайн панель Вот, и много-много-много всего интересного Даже Grass есть Вот, Swissgrass покажу сейчас Вот так вот это генерируется То есть вы понимаете вообще, как плагины, да, могут облегчить вам жизнь То есть вам не нужно моделить, например, кирпичную стену Пошарпанную Вам не нужно искать под нее текстуры Отдельные, да, на Displacement Вы можете это сгенерировать плагином буквально в одну секунду Да, стоит вопрос оптимизации стены Да, то есть почему? Потому что модели достаточно высокополигональные Но это уже другой вопрос Это тоже решается Этому нужно уделять внимание Но сейчас речь идет о плагинах Так, если интересно, ставим плюсы И идем дальше Да, эти штуки без текстур Ребят, вопросы сейчас можете, наверное, не задавать Оставляйте вопросы на потом Потому что я сейчас все равно в чат не вникаю Не смотрю в него На вопросы буду отвечать по завершению практической части Интересно, да? Двигаемся дальше Что ж, следующий плагин будет сходен где-то плюс-минус С предыдущими двумя Но этот плагин, он узконаправленный Данный плагин нужен нам для того, чтобы генерировать Кирпичные стены и полы Тоже хорошая штука Он выдает немножечко другой результат, нежели Debris Maker Он выдает уникальную свою текстуру кирпича И в Debris Maker такая текстурка не получается Поэтому я его все-таки решил отдельно показать Итак, называется этот плагин Rockstone Generator Stone Placement T-Tools Запускаем его, опять же, стандартным способом Mac Script Transcript Ищется данный плагин, опять же, на скрипт-споте И работает следующим образом Первое, с чего начинаем Жмем кнопку Create Grid У нас получается вот такая вот сетка То есть мы получаем сеточку Это, по сути, такой набросок нашей будущей стены Здесь мы можем указать количество вертикальных колонок Можем указать количество горизонтальных рядов Есть еще дополнительные настройки Сейчас о них расскажу То есть сейчас мы все это поднастроим Мы поймете, что к чему, все на самом деле просто Короче, указали вертикаль, указали горизонталь Есть Min и Max То есть минимальный размер кирпичика И максимальный размер кирпичика Видите, они все рандомные То есть сейчас они разнобойные Я могу их сделать одинаковыми, если я захочу По 5 сюда Но это неинтересно Пусть будет минимальные 2, максимальные 5 Либо же даже 1 Вот такая вот старая кладка После этого После того, как мы довольны непосредственно рисунком кладки Мы жмем кнопку Create Stones Скрипт, опять же, запускает стандартные модификаторы 3ds Max Это Turbo Smooth, Displacement, Micronoids И мы получаем вот такую вот кладочку Она сейчас пока что еще не очень Поэтому мы переходим в параметр Viteration И ставим здесь значение повыше Например, 6 У нас происходит перепросчет И подвисание 3ds Max Вот Все возобновилось То есть раз И детализация резко повысилась Мы получили вот такие вот сколы То есть получили имитацию такую со стариной поверхности Старой кладки Debris Maker Такую кладку не делает Но она часто достаточно используется То есть такой дикий камень Мне это понравилось И я предлагаю этот плагин использовать вам Помимо стен Этот плагин еще делает Вот такие вот горизонтальные поверхности То есть что у нас здесь Интересного Можем воспользоваться параметром Spacing То есть изменить расстояние между Ну двойка это много 0.1 То есть будет 0.2 Или 0.1 Вот так вот Ой, сорри Не та кнопка Еще раз 0.2 Так, давайте убьем это Сейчас вот глюк произошел Еще раз запустим Spline To Spline Скрипт Так Вот так вот И еще раз генерируем С расстоянием там допустим в 2 Spacing 2 Grid Двоечку ставим Вот получается наше расстояние После этого генерируем непосредственно Stone О, блин, не ту кнопку жму Так, сорри, извиняюсь Отвлекся на Skype Так, еще раз начинаем Create Grid Grid получается Ставим расстояние нужное нам Расстояние меняется Далее жмем Create Stones Появляются у нас нужные нам модификаторы Генерируется камень Ждем Вот, вот такой вот камешек получился Если нам нужно повысить детализацию Можно поднять это значение И еще одним прикольным элементом Является кнопочка Create Lime Она делает нам вот такую вот подложку Если нам это нужно То есть это, ну, террейн, земля Да Вот какая-то прослойка заполнения Спейсинг можем увеличить У нас в интерактиве все это поменяется Вот, в общем-то, такая вот штука прикольная Тоже получается Считаю, что очень-очень неплохо То есть можно делать мощение И оно будет у вас вот так вот прикольно смотреться Помимо, помимо кладки Мы еще генерируем и землю Ну, я считаю, что классно Так, следующим, следующим шагом Переходим теперь больше к интерьеру Опять возвращаемся Точнее к интерьеру Следующим моментом Следующим интересным плагином Станет для нас Sweep Profile Sweep Profile, опять же, ищется на скрипт-споте Есть у нас две версии Платная и бесплатная Бесплатная версия включает в себя Ограниченный набор профилей Вот, но он достаточно емкий Платная версия позволяет вам Докупить набор профилей Сейчас вы поймите, о чем идет речь И пользоваться ним С более наполненным функционалом Итак, что это за плагин Вот так вот его иконка выглядит После установки она появляется Вот здесь вот А работает плагин следующим образом Этот плагин генерирует нам Классические профили Тяги Давайте сделаем сейчас Вот такую вот рамку 2000 на 5000 мм Рамка эта делается Из обычного сплайна После этого запускаем Плагин Sweep Profile Нажатием на пентаграмму Запускается Sweep Profile И мы сразу же имеем Здесь вот набор профилей Нажав на профиль Мы получаем этот профиль На сплайне То есть мы можем легко Быстро Без заморочек Строить классические профиля Вот такого вот сечения Набор здесь, кстати Весьма-весьма неплох То есть вы можете Спокойно ограничиться Бесплатной версией Вот И простраивать Нужные вам профили Если я делаю классику То Sweep Profile Незаменим То есть мне или самому нужно Этот профиль прорисовать руками Если он уникальный Ну либо же мне нужно Просто нажать Одну кнопку на Sweep Profile И получить Интересующий меня профиль Все круто Есть профиля Работает Следующим образом Это работа обычного С обычного Модификатора Sweep Дальше вы можете Видоизменять И настраивать Этот плагин В зависимости от Ваших потребностей То есть настраивается Это как обычный Sweep Если вы получаете Кстати нашу рассылку И получаете Первые две лекции То там как раз таки Есть материал По работе Со Sweep Вот Можете все это Посмотреть Короче Работает Тоже классно Практически Не падает Замечания к нему Нет Так Вопросы Какие то В чате Все слышно Видно Идем дальше Если интересно Идем дальше То ставим Плюсы Угу Так Да Есть стандартный Модификатор Это Bevel Profile Либо Sweep Profile Но они то не имеют Профилей В чем фишка Именно этого плагина Фишка этого плагина Не в том Что он пускает Какой то уникальный Точнее Делает уникальную Операцию По Лофтингу Фишка его в том Что он имеет Набор профилей То есть вам не нужно Рисовать Вырисовать профиль Вот в этом его Прикол Так Следующий плагин Облегчит жизнь Облегчит жизнь Вам Пользуетесь Сходными Материалами И элементами Из проекта В проект Вот плагин Называется Копитор Это очень Классная штука Я не понимаю Почему создатели Макса До сих пор Вот эти вот Все фишки Да Они же ведь простые Не ввели Непосредственно В сам Макс Копитор Плагин Который позволяет Копировать элементы Из сцены в сцену Блин Ну это же так Это вот так Необходимо Всегда мне было В чем фишка Предположим Что у меня Есть сцена Вот она Заполнена Какой-то геометрией Да Вот такой вот Вот Мы сейчас Эту геометрию Затачим Ну пусть Это будет Один элемент Вот так Да Вот это один элемент Допустим Я работаю В новой сцене В какой-то Да Создаю интерьер Создаю интерьер И Параллельно Параллельно У меня открыта Другая сцена Да Я могу открыть Другую сцену И предположим Что я создаю Интерьер И вспоминаю Что Да Этот интерьер Расходен Допустим С предыдущим Интерьером Я его уже делал И Мне необходимы Некоторые элементы Из этого интерьера Для того Чтобы их вытащить Стандартными средствами Макс Мне придется Открыть сцену Да Потом Отдельно их Сохранять Все эти элементы Из сцены А после этого Мерджить В текущую сцену Так вот Плагин CopyTor Позволяет нам Копировать объекты Из сцены В сцену Без мерджинга Как это происходит Вот предположим Что из этой сцены Нам нужно скопировать Вот этот вот объект В эту сцену Все очень просто Опять же Плагин ищется На скрипт споте После установки Появляется Вот такая вот кнопочка CopyTor Да Я ее назвал Мы нажимаем На эту кнопку Нажимаем на объект Который нам нужно Скопировать Жмем кнопку Copy Объект Помещается В буфер обмена В максовский Внутренний Переходим В сцену В которую нужно Скопировать объект Опять же Запускаем CopyTor И жмем на объект Который нам нужно Привнести Все Объект в сцене Таким образом Мы можем копировать Объекты из сцены В сцену В любом количестве Одним кликом Я считаю Что это сверх удобно И если вы поставите И перевыкнете к нему То вы наверное Без него работать Уже не сможете Так Классная штука Думаю что классная Что ж двигаемся дальше Чем мердж Отличается Количеством операций То есть тебе нужно Мерджить в сцену Объект Если например Тебе нужно Выточить объект Из сцены То тебе придется Сцену открыть Ну здесь тоже нужно Будет ее открыть Тебе придется Выделить объект Сохранить его Отдельно В отдельный файл Создать файл На жестком диске Потом этот файл В мерджить То есть У тебя будет действие На три действия больше А здесь ты В один клик Скопировал Внес Ну то есть Минус три действия Плюс К продуктивности Твоей работы Копи пейс Не работает Копи пейс Работает в том случае Если вы работаете В одной сцене А у нас Та задача состоит Из сцены в сцену Файл внести Из сцены в сцену Разные сцены Внимание Это большая разница Так Че дальше Дальше Ребята Дальше есть два Наверное один Один большой плагин Которому Можно уделить Отдельное время Я о нем Сегодня Скажу И покажу Как это работает И что это Но Про него Точно так же Как и про Дебрисмейкер Можно делать Отдельную встречу Итак Что это за плагин Это плагин Мультискатер Кто не знает Что это такое Объясняю Мультискатер Это плагин Который позволяет Множить нам Большое количество Объектов По поверхности То есть Получать Получать Большие массивы Например Деревьев Травы Ну и других Объектов Покажу Сейчас Как это работает Плагин Большой Имеет Большой функционал Я покажу Принцип работы И думаю И думаю Что В будущем Сделаю Отдельную встречу И отдельный Мастер-класс Именно по этому Плагину Итак Давайте В качестве Эксперимента Возьмем Модель Модель Деревом Потому что Дерево Это Высокополигональная Модель И как правило Большое количество Деревьев В сцене Требует Большого количества Ресурсов От вашей машины Больше Там 10-20 Деревьев Поставить Очень сложно Без использования Дополнительных Плагинов Для скатеринга Вот собственно Сейчас Мы Увидим Как происходит Скатеринг Объектов По поверхности И поймем Вообще Да Как работать С огромными Массами деревьев Итак Я импортировал Дерево Сев сцену После импорта Я сделаю Так вот Мульти-тач Всем элементам Вот Чтобы этот элемент Стал у меня Одним элементом После этого Создам поверхность По которой Я буду Производить Скатеринг Ну обычно Этой поверхностью Становится Плейн Ну по плейну Неинтересно Скатерить Да Давайте Сделаем Сферу Скатерить Можно по любой Поверхности С любой Кривизной Как вам Заблаго Рассудится Пусть будет Такая сферка Не это большая Такая вот Поменьше Выбираем Сферу Запускаем Плагин Мультискатер Его нужно Устанавливать Он появляется Во вкладке Create Вот здесь Мультискатер Нам нужен Инструмент Непосредственно Мультискатер Есть Мультипейнтер EMS Коллижн Нам нужен Сейчас Мультискатер Мультискатер Это кисть Которую Можно рисовать А мультискатер Он автоматно Будет скатерить Объекты По поверхности Запустили Мультискатер Создали Вот такую Пентаграмму Зашли В параметры Мультискатера Так как у нас Была выбрана Сфера У нас Автоматически В качестве Surface В качестве Поверхности Указана Сфера 001 Теперь нам Просто в этот Стэк Пустой В окно Нужно Добавить Объекты Для скатеринга В данном случае Это одно дерево Вот Я нажимаю На дерево И моя сфера Скатерится Этими деревьями Вот сейчас Количество Элементов У меня 10 тысяч Для меня Это многовато Вот Вот ставим 200 И давайте Посмотрим На рендере Что получится Стоп Сори Деревто У нас С С Вереевскими Шейдерами А нам Нужно Конвертнуть Его в Корону Кстати Еще один Скрипт Кто не знает Да Если для кого Корона Это еще Темный лес То Сразу говорю Нет никаких Проблем С конвертом Материалов Из Верея В корону Для этого Есть отдельный скрипт Это Корона Конвертер Запускаем Корон Конвертер Жмем кнопку Старт Конвершн И все материалы Конвертятся У нас Из Вереевских В короновские Вот После этого Все рендерится Видите Мы сейчас Размножили Давайте поближе Подлетим Запустим Точно так же Интерактивный Рендер Вот Вы видите Что мы Размножили Наши деревья По поверхности Сейчас Они размножились Вот так Вот смешно Они все У нас Смотрят Вверх Вот Это все Правится Мультискаттер Супер Гибкий Супер Настраиваемый Здесь У нас Есть Соответствующая Галочка Которые Отвечают За Скатеринг По нормали Сейчас Покажу Show Helpers Так Что нам Нужно Нам Нужна Вот Нам Нужен Этот Параметр Так Видите Вот Деревья Уже Скатериться Теперь По нормали Они У нас Сейчас Чуть Чуть Вдавлены В шар Почему Потому что Пайват Дерево Находится У нас Посередине Дерево Если мы Меняем Пайват Вот так Вот К основанию Пайват Нужно Ставить Поставили Пайват К основанию Соответственно И деревья Теперь у нас Скатериться От основания Давайте Я вам Сейчас Покажу Будет Прикольно Вот Они Деревья Раскатерились По шарику Ох У скатеринга Очень много Параметров Я могу Сейчас Пролистать Это Все Очень Интересно И требует Отдельного Мастер Класса Я думаю Что Я его Сделаю Вот Но Сейчас Можем Самое Простое Попробовать То есть Что Это Например Макс Каунт То есть Количество Дерев 300 Поставим Их Будет Больше Вот Видите Дополнительные Деревья Появляются Потом Их Можно Рандомно Поворачивать Так Есть Тут У нас Вкладочка Rotation Вот Рандомно По Z Их Можно Рандомно Скейлить То есть Они Сейчас У меня Все Одинаковые А лес Разнообразный Поэтому У нас Есть Функция Scale Сейчас Вот Она Скейл Можем Поставить Например От 30% До 120 И Деревья Будет У меня Рандомно Скейлиться В произвольном Порядке Видите Некоторые У меня Маленькие Некоторые Большие То есть Таким Образом Можно Создать Достаточно Густую Растительность Это Относится Не только К деревьям Можно Скатерить Любые Объекты Кусты Траву В общем Все Что Вам Нужно Плотность Тоже Опять Ж Любая Таким Образом Мы В сцене Получаем Вот Посмотрите Да Макс Каунт У нас Сейчас Какой Стоит 300 Если Б Я 300 Деревьев Сейчас Закинул В сцену То Мой Ноутбук Высокопроизводительный Он бы Просто Умер Вот Ну Для Скатеринга Это Не Проблема Я Могу И 900 Поставить И 1000 И 5000 Все Будет Работать Отлично Особенно С Короной Вот Корона Не Испытывает Проблем С Пререндеринг С Оперативной Памятью Наверное Все Вот Такой Вот Наборчик Я Вам Показал Это То Что Я Хотел Вам Продемонстрировать Если Понравилось Ставим Плюсы И Дальше Переходим Да Можно Даже Чайники Сказать И Дальше Переходим К Вопросу Ответа Еще раз Повторюсь Еще раз Повторюсь Нет У нас Сейчас Уже Мест На Ближайший Поток Который Стартует 21 Числа Этого Месяца Мест Нет Поэтому Записываться И спрашивать По поводу Наличия Смысла Нет Никакого Но Есть Места На Следующий Поток Да То есть Через Поток Если есть Желание Записаться Переобщиться К нашей Тусовке Визуализаторов Получить Новую Профессию Освоить 3ds max Короткие Сроки То Ждем Вас Цены Пока Что Еще Старые Рубль Охамел Опять Пошел Вниз Но Мы Цены Пока Что Держим Закрепляем За старым Курсом Поэтому Записывайтесь Цены Цены Еще Старые У нас Так По поводу Стоимости Курса Сразу же Ребят Сразу же Отвечу По поводу Школы Чтобы дальше Спокойно Отвечать На ваши Вопросы По поводу Стоимости Курсов И Программ Курсов Можете Просто Узнать Вот здесь Перейдя По ссылке Все Там есть Вся информация Если У вас Появляются Дополнительные Вопросы Или вы Хотите Забронировать Место За собой То Пишите В skype Мишину Александру Сейчас Саша Даст Скайп Шустрый Зет Да Вот он Написан Все А теперь Переступаем К общению Я сейчас Полностью Сосредотачиваюсь На чате И Читаю Ваши Вопросы Где вы Сейчас Мы сейчас Находимся В Черногории Я кстати Смотрю Здесь есть Алекс М Который Тоже В Черногории Вот мы В Черногории Мы решили На месяц Уехать От городской Суеты И провести Время Здесь Среди Пальм Среди Гор В теплом Заливе Адриатического Моря Так Что Вставлять Отдельно Можно через Экспорт И мер Штамп В таблице Можно отдельно Объекты Но компьютер Очень удобнее Естественно Я понимаю О чем идет речь А если у тебя В сцене Игорь Например 50 тысяч Объектов Ты будешь В списке Их искать Думаю Что нет Так Что еще Можно Про плюсы Короны Просто Верей Привычнее Корона Мне нравится Потому что Она во первых Логичнее Она логична В настройке Она простая То есть Результат В короне Получается Быстрее Чем Верей Вот И Что очень важно Для меня Для меня Это стало В общем Для меня Этот момент Стал основным При выборе Движка Корона Выдает Полностью Физкорректный Результат Поэтому Я сейчас На ней И наша студия Тоже на короне Куда после Собираетесь Не скажу Планы Такие Достаточно Масштабные Если И непростые Если Осуществятся То вы Об этом Обязательно Узнаете Артем Возьми на работу На работу Возьму Если у тебя Есть Крутое Портфолио Александр Если Портфолио Сделаешь Пока Что Возьмем Можно Характеристики На котором Работаете Да Можно У меня Наут Asus J750G С процессором И74700 С 24 гигабайтами Оперативной Памятью И с возможностью Расширения До 32 И с видеокартой GeForce 780M По мультискатеру Мастер-класс Когда ждать Я не знаю Может быть Через месяц Может быть Через пару недель Дебрисмерки Не ставится Что делать Ох Сложный вопрос Не ко мне А к разработчикам Артем Я в баре В Будде Много народу А так Очень хорошо Привет Тебе Можем Даже Встретиться И Не знаю Выпить вина Вино Классное Так А Букскаттер Обещали Еще Точно Забыл Про букскаттер Ребята Забыл Про букскаттеринг Слушайте Сами Разберетесь Наверное Ничего Сложного В этом плагине Нету Он Скатерит Книги По Полкам Очень удобно Если вам нужно Расскатерить Книжки Забыл Про него Потому что Не так часто Используется В общем Не рассказал Так Если есть Портфолио Высылай Портфолио К нам На почту Посмотрим Расскажите Пожалуйста Вкратце Про материал Стекла А то Получается Очень гладкий Нереалистичный Спасибо За вебинар Расскажу Сейчас Прям Вот возьму И расскажу Че бы Нет Стекло Стекло Что Главное В стекле Главное В стекле Это Абсорбция Давайте Сделаем Вот такой Вот Бокс Редко Когда Отвечаю На практические Вопросы Во время Во время Ответа На вопросы Ну ладно Сейчас Сделаем Маленькие Исключения Со стеклом Просто Все просто Можно быстро Показать И все Будет Понятно Стекло Делается Следующим Образом Корона МТЛ Шейдер Все Так Вот Ставим Тут Один Тут Один Вот Получается Такое Гладкое Нереалистичное Стекло Плоское Да Как ты Сказал Дальше Идем В абсорбцию Задаем Цвет Стеклу Задаем Дистанцию Ну например Вот так Вот И получаем Прям Вот Настоящее Стекло Для того Чтобы стекло Получить Вот Вид Хороший Стекла Нужно Окружение Еще Иметь Соответствующее Но в чем Фишка Фишка В том Что мы Получаем Стекло Оно Подкрашено И оно Имеет Такой Темный Торец Как Это Должно Быть У стекла Это Самый Простой Шейдер По стеклу Есть Матовые Стекла Стекла С Курватурой Стекла С Пленкой И так Далее Том Подобное Но Вот База По стеклу Базовое Стекло Начинается Вот с Этих Параметров Попробуй Видишь Оно Сразу Видно Что Это Стеклышко А если Абсорбцию Не трогать То Получится Вот Такая Штука Не Особо Привлекательная Так Работает Ли 3ds Макс Быстрее На Вин 10 Нет Не Работает Дай ссылку На Копи Паст Скрипт Напишите Просто Копи Тор 3ds Макс И Вы Попадете На Скрипт Спот Какая В среднем Зарплата У визолятора В вашей Студии Ребят По разному От выработки Зависит Можно Зависит От того Сколько Вы Сделали Можно И 500 Долларов Заработать Можно И 3000 Долларов Заработать В нашей Студии Не Важно Какая Версия 3ds Макса Я Советую Ниже 14 Версии Не Спускаться Если Желание Можно Ставить 15 16 Но Я Сам До Гуляйте Спешите Встретимся В Монтенегро Так Добрый день Артем Для экстерьера Лучше Пасс Трейсинг Либо HDCage Для экстерьера Все таки HDCage Быстрее Работает Проверено Хотя Разработчики Говорят Что можно Пасс Трейс Включить Но Когда Много Растительности То HDCage Работает Все таки Быстрее Фейк Вторичка Так В чем Преимущество Использования Генератора И мультискатор Не проще На один полигон Наложить текстуру Полу Она будет Некрасивая У тебя Скорее всего А здесь У нас есть Фаска Бивол У нас есть Мультитекстура У нас есть Большое количество Плашек У нас нет Тайлинга Ну короче Я вижу Одни плюсы Так Как Оптимизировать Стоун Например Нужно Ой Пропустил Вопрос Добрый день Артем Для экстерьера Лучше А уже Был вопрос Так Что еще По вопросам Чем Заменить Для Corona V-Ray Блэнд Стандартный Блэнд Всего Из двух Слоев А там Идет Блэнд Внутри Блэнда Внутри Блэнда Ну пока Что Так Вот Мы Работаем Составляем Сложные Блэнды Из этих Двух Стэков Но Честно Горя Мне Функционала Хватает Так Можно Скинуть Название Всех Скриптов Которые Вы Сегодня Вебинаре Показывали А давайте Мы Сделаем Так Мы Просто Сделаем Рассылку Этой Видеозаписи Вебинара Вебинара С письмом И в этом Письме Дадим Название Всех Скриптов Чтобы Вам Легче Было Их Найти Можно Получить Ссылку На урок По правильной Установке Корона У меня Нет Такой Ссылки Такой Урок Не Делал Потому Что Она Устанавливается В Один Клик Я Даже Не Знаю Нужно Ли Наверное Нужно Может Быть И Сделаю Можно Повторить Про Флор Генератор Как Сделать В Шахматном Порядке Плитку Которая Потому Что Подтормаживает Макс Рабов Сет Ставишь 50 И У тебя Получается В шахматном Порядке Плиточка Ну Давайте Покажу Наглядно Как Это Делается Вот Просто Был Вопрос Ну Чего бы На него Не ответить Практикой Да То есть Вот Ты Строишь Опять же Начинаем С построения Плейна Пусть Это Будет Может Кто Еще Не Понял 2500 2500 Секунду Займет Объяснение Макс Скрипт Ранскрипт Запускаем Флор Генератор Если Это Плитка То У него Наверное Размеры Будет Ну Давайте 500 На 500 Сделаем Хотя Так Плитки Не Бывает Ну Ладно Интерактив Update Create Вот Если Нам Нужно В шахматном Порядке То Рам Оффсет Ставим 50% Все Вот Получается Шашечка Вот Так Вот Стюрия Помогите Шумит Все От Нее С радостью Помог бы Но Нет Такой Возможности Сейчас Показать Так Кому Не Переходит Рассылка На Почту Внесите Нас Просто В белый Список Некоторые Письма Могут Попадать В Спам Корона Платная Да Корона Платная Есть Бесплатная Версия Триальная На 45 Дней Вот А В остальном Она Платная То 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 Она Стоит По Моему Если Не Ошибаюсь 29 Долларов Сейчас Каждый В Месяц Если Вы Студент То Она Стоит 25 Долларов Ну И Да Кстати Правильное Замечание От Дмитрия Есть Альфа 6 Бесплатная У Немного Ограниченный Функционал Но Для Тестов Для Проб Ее Вполне Хватит Я Работал На Альфа Версиях Изначально Полтора Года Назад Я Начинал С Корон Работать Тогда Еще Не Было Первого Выпуска И Мне Альфа Версии Хватало Для Того Чтобы Делать Красивые Картинки Она По Фотореализму Не Отличается От Первой Что Дает Корона На Битмап И В Каких Случа Его И И Не Отвечу На Вопрос Не Затестил Еще Эту Фичу Одна Студентка У меня Попробовала Делать Битмап Даша Может Она Даже Здесь Попробовала Закинуть Материалы Через Корон Битмап У меня Время Рендера Увеличилось Очень Сильно Я Пока Что Не Использовал Так Если Не Переходят Письма Подпишись Еще Раз На Нашу Рассылку Наверняка Так Что Еще За Вопрос Как Желать Радиальную Раскладку Ощущение Нет Такого Плагина Руками Придется Смоделить Артем Каждый Вебинар Одни и Те же Вопросы Не Надоедает На Одни и Те же Вопросы Я Стараюсь Не Отвечать Отвечаю На Вопросы По Короне Как Правило Потому Что Не Все Знают Продукт Не Очень Популярный А Я Уж Так Получилось Что Так Как Мы Для Себя Выбрали Корон Рендер Так Уж Случилось Что Я В Какой То Степени Волей Неволей Занимаюсь Популяризацией Этого Продукта Первые Два Урока Которые Выставили На Почту Есть На Твоем Канале Нет Вы Эти Уроки Получаете Только Подписки Так Дмитрий Как Сохранить Настроенные Шейдеры Чтобы Были Доступны В Любой Сцене Хороший Вопрос И Такая Возможность Есть Вот Но Сейчас Нет Возможности Показать Потому Что Нужно Создать Шейдер И Его Сохранить А я Уже Закрыл Демонстрацию Экрана Сори Не отвечу Сейчас Так Что Еще Ты Сейчас В каком Городе А мы Сейчас Недалеко От Котор Где-то Где-то В заливе Я Точное Название Города Не помню В котором Мы Живем Так Корона Классная Работаю Наслаждаемся Так Ты обещал Скинуть HDR Карту Эту Странную И Скинь Ссылку На Ресурс Чтобы Планки Для Паркета Скачать Мы Подготовим Письмо И в письме Скинем Вам Это Так Давайте Еще Вопросы Последние Артем Ты на Windows 10 Перешел Невольно Перешел Windows Сама Обновилась По поводу Windows Если Есть Вопросы Первое Впечатление Прикольная Юзабилити Интересный Плоский Дизайн Появились Новые Фишки Кайфовые Которые Мне нравятся Но Блин Она Нестабильная Она Глючит И Я Не Рекомендую Переходить Пока Что На Десятку Вот Моя Рекомендация Не Переходить Подождите Месяц Полтора Два Пусть К ней Хотя Б Первый Сервис Пак Выедет Тогда Переходите Если Есть Желание Попробовать То Можете Поставить Автоматом Поставиться Вот И У вас Будет Прекрасная Возможность В одну Кнопку Откатиться Обратно До Восьми Один Вот У меня Сейчас Десятка Но Я думаю Откатиться Обратно До Восьмой По поводу Флор Генератор Вопрос Каким Образом Можно Сделать Пол По Типу Ёлочки Никаким Пол По Типу Ёлочки Флор Генератор Не Сделает Так Ну Давайте Последняя Пара Вопросов Что Скажете Про Обновление Corona 1.2 Хорошее Отличное Обновление Очень Круто Проработан Дисплейсмент Жрет Меньше Оперативки Я За Переход Ребята Пока Что Работают Над Проектом С душой И Все Выпуски Действительно Стоящее Это Не Корпорация Монстров Не Буду Называть Бренд Которая Думает Лишь О Выпуске Новой Версии Своего Пакета Абсолютно Не Парясь О том Будет Ли Она Полезна Пользователям Или Нет Вот Поэтому 1.2 Можно Ставить Что В основном Влияет на Шум В короне Вопрос Сложный И Большой Не Скажу Но Советую Обратить Внимание В первую Очередь На Шейдера Вот И На То Нет Ли У тебя В сцене Объектов Которые Препятствуют Попаданию Фотонов Внутрь Помещения Так Как установить Плагины Все плагины Ребята Устанавливаются По разному К каждому Плагину Есть инструкция По установке Если инструкции Нету То плагин Запускается Просто Через Mag Script Run Script Так Как я это делал Нужно Лишь распаковать Плагин В удобную Вам Директорию Так Ну что ж Будем прощаться Еще раз Скажу Мест У нас Нету На ближайший Поток 21 число Этого месяца Все забито Можно Будет записаться На курс Который Стартует Через пару Месяцев Так Сейчас скажу У нас Сейчас Август Сентябрьский Да Будет Набор Сентябрьский Конец Сентября Если Желание Пишите Мы вам Рады На этом Мастер Класс Заканчиваю Если На Даже на Октябрь Извиняюсь На октябрь Меня путают Даты Вот Если Понравился Мастер Класса Был полезен То Ставьте Плюсы И Восклицательные Знаки Для Меня Это Будет Сигнал И Я буду Понимать Что Все Это Не зря Вам Нравится Вам Интересно Следите За Рассылкой Мастер Классы Провожу Примерно Раз В полторы Две Недели Открытые Заходите На Ютуб Канал Подписывайтесь Будьте В курсе Всех Новостей Все Всем Спасибо За Ваше Атмосферу За Хорошие Вопросы Удачи Продвижения И Благополучия Всем Хорошего Настроения И Пока